19 января отмечается один из главных православных праздников – Крещение Господне. В этот день совершается Великая водоосвящение. Считается, что крещенская вода наделена особой силой. В последние годы в Лабытнагах все больше людей изъявляют желание не только умыться освященной водой, но и погрузиться в нее полностью. Для этого организуется специальное место на реке Ханмея. Оно должно быть не просто удобным, но и в первую очередь безопасным. Максим Швец побывал на ледяной площадке традиционного окунания. Место для окунания на реке Ханмея с года в год остается неизменным. Сегодня городские власти уже приступили к изготовлению крещенской купели. Купель одну мы вырезали уже по лыню, вторую уже заканчиваем, третью сейчас сделаем. Сегодня будут купели уже готовы, завтра мы их опустим. Сегодня опускать не будем, завтра палатки поставим, опустим, все будет готово. Крест уже начали делать, на стадии уже завершения практически. Как и ранее, три палатки будут отапливаемы, что безусловно делает ритуал окунания более комфортным. Как показывает практик, количество желающих погрузиться в освещенную воду с головой каждый год Ламутнанги не уменьшается, а наоборот лишь увеличивается. Именно поэтому вопросам безопасности уделяется огромное внимание. Накануне этому было посвящено расширенное заседание, в том числе и с участием экстренных служб, которые 19 января будут задействованы. Дежурство на реке будут нести сотрудники госавтоинспекции, полиции и МЧС и, конечно, бригада медиков, чтобы в случае необходимости оказать неотложную помощь. Те, кому противопоказаны процедуры, могут просто умыться или выпить крещенской воды, причем для этого не обязательно ехать на реку Ханмей. Да, на самом деле вода имеет особую силу, мы знаем, что она не портится на протяжении целого года, до двух и трех, поэтому эту воду мы храним, пьем в особых случаях, когда нам тяжело, когда нам трудно, когда мы болеем. И мы от этого получаем исцеление и оздоровление. Если у кого-то есть медицинские противопоказания, просьба все-таки врачей послушать. Есть варианты альтернативные, то есть можно взять лицо, облить холодной водой, также можно даже будет окунуться дома в ванной. Мы знаем, что вода во всех хранах будет освященной в течение трех дней, начиная с 18, 19, 20, в хранах будет бежать святая вода, потому что мы освящаем реку Ханмей, и эта вода у нас бежит в храны. Великое освящение воды состоится в ночь с 18 на 19 января во время праздничной литургии в храме Георгия Победоносца. 18 января в 17.30 праздничное всеночное бдение, после него великое освящение воды, потом 19 утром в 9 часов утра праздничная божественная литургия, еще одно великое освящение воды и в час на реке Ханмей великое освящение воды. Просьба всех присутствующих, которые будут не распивать спиртные напитки ни до, ни после, ни в момент окунания и на территории не курить. 19 января от храма Георгия Победоносца до реки Ханмей будет курсировать автобус, на котором лабутнанцы бесплатно смогут добраться до места окунания и купели. Согласно прогнозам метеорологов, температура воздуха будет около минус 20 градусов. Максим Швец, Крилл Сементьеев, программа «Время местное».